Ну что, господа, начинаем сегодняшнее занятие кружка для начинающих с самых первых задач книжки «1001 задач по математике». Давайте прямо открывайте на пятой странице, и мы сейчас разберем, я не сомневаюсь, что это у нас займет очень мало времени, прямо первые задачи. Поехали. Первая задача. На двух полках 25 книг. На одной из них на три книги больше, чем на другой. Сколько книг на каждой полке. Вообще, нужно сказать, что когда моя мама рассказывала о своем детстве, то именно эту задачу она сказала, что запомнила в качестве первой задачи по математике. Собственно, в памяти об этом она и в книжке здесь стоит первой, потому что задача крайне простая. Безусловно, если человек не понимает, как ее решать, то дальше заниматься математикой бессмысленно. Итак, 25 книжек на одной полке на три книги больше, чем на другой. На одной полке 14 книги? Нет, это не решение, это ответ. А, но мы сначала от всех книг отнимем, насколько больше. И у нас получится равная количество. Напишите прямо на доске. 25 минус 3, правильно? Угу. Поменяйте, с чего? 22. Отлично. Это на двух полках. Без одинаковых. Угу. Потом мы разделим на два. Пиши, пиши. Только с наделением пишите посильнее, потому что иначе есть книги не ровно. Да, 22 разделим на два. У нас получится 11. Отлично. А потом, это у нас на первом полке. А потом к 11 мы прибавим 3. Да. Для того, чтобы узнать количество книг на другой полке. Си. Отлично. Спасибо вам. Действительно, 11 и 14. Вот теперь уже можно сказать ответ 11 и 14. По-другому, то же самое можно было написать так. Обозначить количество книг на одной полке через х. Тогда получается такое уравнение. На большей полке будет х плюс 3. х плюс х плюс 3 равняется 25. Ну, понятно, что это значит. 2х это 25 минус 3. х это 22 деленное на 2. Это 1. Отлично. Отлично. Мы решили эту задачу. На самом деле, конечно, можно было не вычитать 3, а прибавлять. Смотрите, что тогда было. Если мы добавили 3 книжки так, чтобы стало столько же, сколько на большей полке. И тогда получается 14. Ну, и вычитая из 14 и 3, получаем ответ. Вот там три способа. На самом деле, они одинаковы, по сути. Просто разные способы записи одной и той же мысли. Если у нас есть две полки, и при этом на одной из них на 3 книжки больше, чем на другой, и мы знаем общее количество на полках, то, конечно, мы должны как-то разобраться с этими тремя книгами, то есть вычесть их или добавить, чтобы уравнять полки. После этого делим пополам, и все получается.